что тут скажешь кроме слез и молитв говорить что-то все равно нужно такая работа я хочу сказать родственникам тем кто остался жив что осознать и понять то горе которое вы сейчас испытываете невозможно и все-таки мы горю вместе с вами и когда я представляю себе что творилось душах этих матерей которые на этой эвакуационной лестнице дыму уже понимая что не выберутся просто обнимали своих детей и погибли со своими детьми в обнимку задохнулись из-за свора этих упырей что было у них в душах невозможно невозможно принять невозможно в этом думать но отмахиваться и продолжать жить своей спокойной счастливой жизнью еще невозможнее мы скорбим с вами и весь наш народ должен сделать все что у всех упырей причастных к этому и радующихся этому не говоря уже об организаторах мы нашли и разорвали просто разорвали эти четверо даже не знаю как назвать ублюдков не людей которые наши которых наши бойцы спасибо им огромное смогли остановить до того как они смылись бы на украину которая собственно к нам их сюда и прислала вот эти четверо они очень сильно пожалеют что они не погибли что взяли живыми нет в этом никаких сомнений и даже нет никаких сантиментов понимаете есть ситуации когда даже люди такие как я в общем жалостливые и уж тем более ценящий закон и считающий что все было по закону есть ситуации очень редко вот это одна из них когда это все отмирает и когда кажется что смертная казнь была бы слишком легкой судьбой для этих тварей они должны мучиться они должны страдать они должны испытать что-то подобное там ужасу что испытывали эти матери прикрывая и умирая обнимая своих детей эти уже схвачены схвачены других подельники и счет остальных начать можно например еще с киевского бара аффинзива какой то есть такой киевский бар вот посмотрите который вел в меню сейчас сет року сити им кажется что это весело им кажется что это смешно им кажется что люди которых расстреливают в упор матери обнимающие своих задыхающихся детей умирая все очень весело очень клево и прикольно им так кажется они не люди не люди и те кто ходит в этот бар и организаторы этого бара хозяева этого бара администраторы официанты они все не люди это просто один кинжал или что там я вот и мне разбираюсь те кто это организовал зеленский и все его подельники они не люди организовали это они не разрешайте никому не позволяйте рассказывать вам что это и гил это никакой даже близко не гил и то что дрессировщики этих цепных псов сразу вечером когда это только случилось когда не были еще пойманы никто когда никто еще не знал даже спецслужбы наши не знали кто это собственно сделал они сразу объявили что это и гил и сейчас топят за то что это и гил вот сам факт что они это делают это поджигают шапку на варе понимаете сразу видно и понятно что это они они заранее знали что исполнители этого теракта могут сканать за игил что называется что они будут что они есть исламисты что они в общем так себе вполне подходят под то чтобы выдать их за игил это и был план план был сделать это все 8 марта 8 марта не получилось потому что был грандиозный концерт с огромной охраной с росгвардией с автоматчиками не получилось они там были боевики 7 марта увидели как все готовится передумали план был испортить нам навеки вечные наш прекрасный праздник который мы любим всей страной наш женский день и безусловно создать чудовищное настроение в стране перед выборами этот план сорвался на план теракта к сожалению не сорвался не буду показывать самые страшные видео чтобы вы запомнили это навсегда и чтобы у нас не утихла эта жажда нанести сокрушительный удар по всем кто к этому причастен от самых-самых верхов не только на украине но и на западе где-то и было придумано и организовано я покажу все-таки где детям не показывайте не самые-самые жесткие все-таки достаточные кадры для того чтобы мы не забывали и и и и и Кадры есть и жестче. Кадры есть, где один из этих упырей пытается еще живому, раненому человеку отрезать голову. Все в машину уже уезжая, они все-таки не отказали себе в удовольствии специально сбить восьмилетнего мальчика. Специально. Стояли родные водители, сестра все, как в один голос, говорят, что они специально вильнули в его сторону, чтобы его взбить. Вы только вдумайтесь, это что в голове у них, как им это при рождении, в утрове матери не было сформировано сердце, что ли, как орган. И, конечно, что в голове и что в грудной клетке у тех, кто все это придумал и, главное, зачем. Ведь целеполагания у этого никакого нет. Понятно же, что для нас это нас только еще больше сплачивает. И так и происходит. Посмотрите на эти очереди людей, которые сдают кровь. Мой друг, телеведущий, Володя Соловьев, тоже пошел сдавать кровь. Посмотрите на тех, кто приезжал, таксисты, чтобы развозить людей туда, рискуя, в общем-то, жизнью, потому что все еще был пожар, и все еще вообще было непонятно, где они убежали, не убежали. Может, еще один отряд где-то в засаде сидит, может, еще откуда-то прилетят пули. Они ждали людей, бесплатно развозили, те, кто приносил чай, закуски, те, кто сейчас помогает. И, знаете, вот важную вещь хочу сказать. Да, наших с вами сограждан, невинных людей, детей и взрослых убили четыре таджика. А вот этот мальчик Ислам Халилов, вот этот вот, он киргиз. И это, наверное, все, что нужно знать про многонационалочку, так называемую, пресловутую в нашей стране. Понимаете? И так, и так бывает. И самое плохое, что мы можем сделать в этой ситуации, это поддаться на эту провокацию, устроенную специально, в том числе для того, чтобы возбудить у нас внутри здесь межнациональную рознь, и позволить им с нами это сделать. Это не значит, что не надо наводить порядок в нашем миграционном законодательстве и вообще в миграционной политике. Конечно, надо. То, что у нас существуют уже целые конгломераты, целые анклавы иностранцев, чуждых нам по духу, по менталитету людей, которые живут своей жизнью, и туда местный человек часто даже боится сунуться, это плохо, этого не должно быть. Это все должно быть переделано, переделано. Люди ли должны приезжать на работу, работать и уезжать? Как это было организовано в Сочи во время строительства Олимпиады, я это видела своими глазами, когда после нескольких стычек строителей, которые жили в бараках, обязали после работы из автобуса в барак под охрану, комендантский час. Никто никуда не выходит, никто нигде не буянит. Все ведут себя тихо, спокойно и не нарушают привычный фон и образ жизни города. Значит, или это так, временно приезжающие люди, трудовые ресурсы поработали под присмотром и уехали. Или же те люди, которые, как очевидно родители этого мальчика Ислама Халилова, я точно не знаю их истории, но думаю, что было так, мы проверим. Приехали, совершенно очевидно ассимилировались. Мальчик этот чисто говорит по-русски. Он, правда, все время говорит так, как сейчас вообще говорит молодежь, что меня раздражает невероятно. Они все говорят, сказал то, что, понял то, что. Но это уже вопросы к нашему школьному образованию. Они к нему, потому что так говорят и русские дети, мои собственные дети, приходя из школы, пытаются так говорить. Я их все время возвращаю в правильность русского языка. Но я сейчас не об этом. Я о том, что представьте себе, это многодетная семья, работяги простые, которые в какой-то съемной квартире живут, с кучей детей. И мы говорили с отцом этого мальчика. И он сказал, как здорово, что мы небогатые. Потому что именно благодаря тому, что мы небогатые, 15-летнему школьнику пришлось идти подрабатывать в гардероб, чтобы копеечку какую-то семью приносить. И благодаря этому он спас 100 человек. А иначе бы нет. А сам он сказал такую фразу потрясающую. Лучше пожертвовать собой, чем дать погибнуть сотню людей. Послушайте его. Когда начали люди выбегать со стороны экскалатора, там со стороны лестницы, вот тогда я уже понял то, что эта атака настала. И момент уже инстинкт. Инстинкт сам уже сработал. Автоматически там людей эвакуировать в сторону экспо. Я начал на все фойе, на весь коробку сити холл кричать. Люди, люди стреляют, стреляют. И начал кричать все бегите в экспо. И показывал, куда нужно идти. И всем помогал. И сзади не шел. То есть ты шел последним, замокая? Да, чтобы знать то, что я никого не оставил. Они были на первом этаже возле главного входа. То есть получается... Надо мной, да. Над вами. Ты не видел их? Нет, я одного видел, бородатого. Такой в зеленом камуфляже был. С автоматом вот так ходил. Давка была. И все были в шоке. Сперва никто не понимал, что делать, куда идти. Но я старался каждому помочь. И практически все следовали инструкции. Ну я делал просто свою работу. Честно, я просто героем не считаю. Это была часть моей работы. Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотни людей. ЗИЛ – культурный центр, который некоторые горожане называют лучшим дворцом культуры столицы. На протяжении 90 лет здесь проходят события городского и международного масштаба. Для талантливой молодежи есть мастерская танца и перформанса, театр, музыка, студия и интеллектуального досуга. Художественные мастерские и образцовые изостудия хранят раритетные гипсовые фигуры и подручные инструменты предыдущего поколения художников. Вот уже много лет ЗИЛ организует новогодние елки для детей и другие культурные мероприятия. Здесь дружат, встречаются, влюбляются. В современной библиотеке, где представлены последние издательские новинки, можно найти не только нужную книгу, но и свою половинку. До 2008 года Дворец культуры принадлежал автомобильному заводу имени Лихачева. Позже он был передан Департаменту культуры города Москвы. Сегодня это место комфортного досуга, работы, общения и творческой реализации горожан. Расскажу еще историю личную. Это, конечно, поразительно. Я пока еще публично нигде об этом не говорила. Не до этого совершенно было. Я должна была быть в этом Крокусе тоже. Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане. И таких ресторанов несколько с одинаковым названием. Один из них в Крокусе. И мы с коллегами, с которыми я должна была встречаться, не поняли друг друга. Я уж не помню по чьей вине. Наверняка по моей. И, в общем, они приехали в ресторан с таким названием «В Крокус». А я сильно опаздывала, потому что задержалась очень на предыдущем совещании. И мы созвонились, и я как раз подъезжаю вот к Умкаду. То есть мне гораздо ближе к Крокусу, чем к тому месту, где я имела в виду, что мы встретимся в таком же ресторанном другом месте. И они говорят «Ну слушай, ну мы же уже в Крокусе. Давай вот уже здесь». И я понимаю, что мне ближе тоже. Туда я такая уставшая. Пятница вечер. И я думаю «Нет, потом оттуда так долго добираться, на следующее место, где мне нужно быть. А то было рядом». Ну, с другой стороны, это же свинство. Люди уже ждут, и так опоздала. И вот у меня была такая борьба с собой, я начала думать, ну хорошо, я сегодня совершила вот такие там хорошие поступки, я могу себе позволить вот это маленькое-маленькое свинство все-таки не ехать потом по этим страшным пятничным вечерним пробкам из одного места в другое, а вот встретиться там, где изначально имелось в виду. И я им сказала «Нет, давайте все-таки туда». Они встали, вышли, уехали, мы приехали в другое место, только сели, не успели еще даже заглянуть в телефоны, и начались звонки. И вот это все началось, и должны были мы быть в крокусе. Ангел-хранитель, конечно, есть. И спасибо Господу за все. Я прошу у Господа дать сил и какую-то возможность утешения, тем, кто потерял своих близких, полного выздоровления тем, кто еще может выздороветь, и сбережения для нас, для всех, для всей нашей страны, для нашего народа, чтобы не было больше такого. Невозможно это переживать, невозможно. С этой болью ложиться спать, просыпаться. Невозможно. Береги нас, Господь. И еще раз хочу поклониться всем ребятам, всем людям, мужчинам, женщинам, в основном мужчинам, конечно, так устроен мир, которые спасали людей, спасли людей. Отдельно тем, кто не дал этим упырям уйти на Украину и остаться безнаказанными, хотя я думаю, охлы бы их хлопнули там сами, но по крайней мере мы знаем, кто это, мы получим от них и уже получаем информацию о том, кто еще к этому причастен, что поможет нас всех найти, всех вычислить и всех разорвать. Ребятам всем спасибо, низкий поклон. Я еще вам хочу рассказать историю про них. Я в соцсетях у тебя написала, что я готова для этих ребят сделать, что им нужно закрыть ипотеку, закрыть кредиты. Ну, мало ли, всегда я знаю, что в этих профессиях много не зарабатывают, к сожалению, и много говорю во всех эфирах о том, что это надо менять. И это должна быть элита общества не только с той точки зрения, с которой она и сейчас для меня лично элита общества, имеется в виду с точки зрения морали и нравственности и духовного авторитета. Это должна быть элита общества и с точки зрения финансов, как это было в царской России, когда офицер, это был офицер, да и в Советском Союзе. Я имею в виду с точки зрения того, сколько ему платили и как он себя чувствовал в другом обществе. Я имею в виду среди остальных людей. И приходя в ресторан, он не знал заведомо, что он, будучи офицером и рискуя жизнью, спасая людей, зарабатывает меньше, чем зарабатывает официантка, которая принесла ему кофе, потому что вот так мало мы, общества, которое они защищают, их ценим, выходит. Так вот, я написала, что готова им помочь. Значит, одно подразделение попросила прислать им детекторы дронов, которые нужны для работы. Другое вообще сказала, нам ничего не надо. Если что-то нужно подразделению, это с командованием решайте, а у нас все хорошо. Спасибо большое, благодарны. Ну, у нас все замечательно. Хотя я же знаю, что это не так. Вот такие люди. Представьте, наши с вами люди. Мы так здорово еще раз заново узнали и полюбили наших людей за эти два года. Трагедия, страшная трагедия, унесшая жизни людей, заставляет нас, вопреки планам тех, кто это устроил, быть вообще одним, одним целым, одним организмом. И очень сложно это переоценить. Не всегда в нашем обществе бывали такие периоды. Давайте мы сохраним эту сплоченность. И после того, как гнида эта будет раздавлена, она будет раздавлена, у меня нет в этом никаких совершенно сомнений, и останемся вот таким единым, сплоченным, великолепным обществом, как вот эти бойцы. Вопрос традиционный в конце программы я сегодня задавать не буду. Совсем нет настроения у меня задавать, не у вас, наверное, отвечать. Берегите себя. Объединение «Выставочные залы Москвы» включает галерею на Песчаной. Оснащенная современными интерактивными средствами, галерея является центром притяжения для молодежи. Теперь это не просто выставочный зал, а общественное пространство и площадка, где можно почувствовать тесную душевную связь между людьми. Особое внимание галерея уделяет поддержке проектов начинающих художников. В галерее расположено каворкинг-пространство, где можно назначить встречу или поработать с ноутбуком и чашечкой кофе из ЗИН-кафе «Тираж». ЗИН означает «молотиражное любительское издание». Для галереи является важным продвижение культуры печати и сам издаты. Галерея на Песчаной проводит экскурсии, мастер-классы, встречи с художниками и кинопоказы, чтобы всесторонне осветить контекст современного искусства для своих посетителей. Остров «Мечты» расположен в районе Нагатинской поймы в 10 минутах езды от Кремля. Ландшафтный парк с водоемами и фонтанами – идеальное место для семейного отдыха. Обширная территория в 44 гектара позволяет пройтись по липовой аллее прошлого века, спуститься к Нагатинскому затону, посидеть под кронами деревьев или покачаться с друзьями на удобных качелях. Здесь можно порыбачить или позагорать на летнем солнце, прогуляться по извилистым мощеным дорожкам и заказать доставку еды из ресторанов, которую привезут на электросамокатах. Или просто побыть наедине с природой. Юным посетителям понравятся игровые комплексы в виде замков и кораблей. Для любителей активного отдыха есть спортивные зоны и яхт-клуб. Этот масштабный градостроительный проект Москвы призван стать новым центром семейного досуга. Ландшафтный парк «Остров мечты». Проспект Андропова, дом 1.